Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики этого канала. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Мила. Приглашаю вас на сегодняшний второй расклад на тему, что или кто вас удивит и обрадует на ближайшее время. Давайте посмотрим. А между этим хочу вас, мои дорогие, поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки, за поддержку этого канала. Для меня это очень ценно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю под этим видео в комментариях. Мои дорогие, если кому-то интересно обучение по Таро, у меня стартует новый курс. Приглашаю вас посетить мой курс обучение по Таро. Это будет очень интересно, это такие глубинные знания. Кому это интересно, переходите на мой телеграм-канал. Оставляйте там ваши заявки. Итак, давайте же будем смотреть наконец-то, что или кто вас обрадует. Показывают сразу вас, ваша сигнификация. Королева чаш, водная стихия, эмоциональная, красивая, ухоженная. Вы очень нежная. Вот у вас энергия такая нежная, хрупкая, вы сострадательная. Вы помогаете людям, вы можете выслушать, вы можете подсказать что-то. У вас сейчас в жизни какие-то разрушения или саморазрушения, или есть какая-то ситуация, которая вас эмоционально просто вывела. Вы вывела на какие-то негативные эмоции, чувство одиночества. Вот красивая, вот добрая, умная, ухоженная, но почему-то одинокая. Или же они говорят здесь о каком-то внутреннем одиночестве, из-за каких-то разрушений. Ищите справедливости. Справедливости или касательно с кем-то, да, касательно кого-то человека, или касательно вот какой-то ситуации. Потому что здесь вот поиск справедливости, карта страшного суда. Ждёте уже наконец-то, чтобы что-то изменилось и поменялось в вашей жизни. Переоценивайте какую-то ситуацию. Болезненная какая-то ситуация. Смотрите, вас ранили. Какой-то мужчина вас очень сильно ранил. Здесь мужчина, тот человек, которого вы любили, которому доверяли. Такое ощущение, как будто вам вот нож в спину. В прямом смысле этого слова, да, то есть вас обидели очень сильно. И вы как будто разочарованы в этом человеке. Очень большое разочарование. Туз Пентакли. Ждёте, чтобы у вас открылся какой-то новый этап в жизни, чтобы вот прошёл вот этот этап тяжести, этап разрушений. Хотите что-то исправить или же, возможно, кардинально что-то поменять. Давайте будем просматривать, что вас обрадует и удивит. Что вас обрадует и удивит. Возможно, кто-то. Настройтесь на этот расклад, это очень важно. Что или кто обрадует и удивит. Ой, здесь какой-то человек захочет с вами примирения. Речь идёт о мужчине. Здесь земная стихия, сам по себе мужчина. Мужчина, который, я так понимаю, он разрушил какие-то вот ваши отношения, доверие к друг другу. И здесь у человека, может быть, какая-то пауза была. Или здесь действительно какое-то разочарование. Сам по себе мужчина, сам себе на уме. Очень такой скрытный человек, скрытный эмоционально. Он не эмоционирует. Он такой в закрытых эмоциях. Не подпускает к себе никого. И с этим человеком у вас произошли какие-то разрушения. Я вижу, что этот человек как будто спешит в вашу жизнь с каким-то сообщением. И хочет попросить прощения за какую-то ситуацию. Я вижу, что к вам идёт человек для того, чтобы наладить с вами контакт, наладить с вами отношения. То есть он будет как бы и манипулировать, и иллюзии какие-то строить. Что вы не так всё увидели, как есть на самом деле. Как-то вот он будет стараться вас возвращать. Так как у вас есть чувство к этому человеку, я вижу, что здесь, возможно, будет какое-то вот примирение. Возможно, у вас с кем-то наладится контакт. То, что я вижу, что здесь человек прям переживает за какую-то ситуацию, что он вас обидел, что вы отдалились от друг друга. И здесь у человека есть желание действительно построить с вами вот заново отношения. Заново отношения, чтобы... Да. Да, и опять вы выходите. Сидите вы в голове у мужчины. Мужчина переживает из-за той ситуации, что произошли разрушения, что он завёл вас в состояние одиночества и в разочарование. И этот человек хотел бы поговорить с вами. От него идут действия в вашу сторону. Здесь будет какая-то встреча, здесь будет разговор, выяснение отношений. И этот человек вам будет что-то предлагать. Карта влюблённый, старший аркан. То есть здесь будет предложение возобновить отношения. Здесь человек как будто что-то осознал и захочет наладить с вами контакт. Но я вижу, что от вас идёт уже, знаете, как ограничение. Такое ощущение, как будто вы закрылись от этого человека, закрылись от него, потому что какая-то вот боль идёт. Боль, всё, смерть, завершение. Захотите завершить эти отношения. Я вижу, что, возможно, вы завершите отношения с тем человеком, который вас разочаровал, скажем так. Хорошо. Если вы, например, завершаете отношения с этим человеком, то тогда что идёт в вашу жизнь или кто? Давайте посмотрим. Может быть, вас ждёт новое знакомство. Давайте посмотрим. Ну, тут, знаете, так как это общий расклад, я могу сказать так. Если вы захотите, эти отношения могут быть, продолжаться с этим человеком, который идёт в вашу жизнь, чтобы попросить прощения, да? А если вы не захотите, вы можете пойти в что-то новое. Так, давайте посмотрим, что новое открывает для вас. Карта страшного суда, большие перемены. Карта трансформации, карта действительно глобальных перемен. Так как было раньше, уже не будет, а будет совершенно по-другому. Да, эти перемены осознанно идут в вашу жизнь. Ну, конечно, здесь идёт другой человек. То есть здесь осознанно идёт в вашу жизнь другой человек. И этот человек идёт для того, чтобы как будто вот спасти вас из той ситуации, в которой вы оказались, которая вас разочаровала. Да, и колесо фортуны говорит о том, что это счастливый момент. Сам по себе человек, смотрите, король жезлов, огненная стихия, человек, который добивается всего. Человек темпераментный, ухоженный, красивый, зрелый, состоятельный, возможно, кареглазый, возможно, да. Но знающий, очень мудрый человек. И этот человек придёт после трансформации. Как будто он придёт, чтобы помочь вам выйти из какого-то, вы знаете, вот состояния очень тяжёлого, трансформационного какого-то состояния, тяжёлого. И здесь тройка чаш, это новое знакомство, это радость, это, знаете, как будто вот лучик солнышка, да, посветит ваше окошко. И здесь, я думаю, что могут завязаться... Ой, иерафант. Здесь он встаёт как бы главным человеком в вашей жизни, да. То есть мужчина, с которым можно построить какие-то стабильные отношения. Здесь долгое время будет какое-то общение, контакт, коннект, называйте как хотите, да. То есть здесь я хочу сказать, что возможно, разрушится что-то старое, и вы построите по иерафанту что-то новое, стабильное, да, на долгое время. Карта подвешена, она не всегда показывает какую-то паузу, она показывает на долгое время. Идут вот эти перемены после разрушения. Долгое время вы были в этом одиночестве, да, но говорит о том, что карта мага возобновляет у вас силу, ресурс, энергию благодаря вот этому человеку, да. Император – это очень важный человек, который поменяет и изменит вашу жизнь к лучшему. Да, и смотрите, карта мир. Карта мир для вас открывает новые возможности с этим человеком. Как будто поменяется вот жизнь до и после. Но здесь любовь. Он идет с любовью, он идет с чувствами, он идет с наполнением, понимаете. И это очень быстро произойдет, очень быстро. Но для этого человека вы станете главной женщиной, императрисой. Все пазлы как будто складываются. Вот все пазлы этого расклада как будто вот складываются. Это просто феноменально. Обязательно напишите, как вы прочувствовали этот расклад в комментариях. Мне будет интересно почитать ваши отзывы. Как вы прочувствовали, какую энергию этого расклада. Может быть, этот расклад как-то проигрывается в вашей жизни. Будет интересно действительно почитать. А я желаю вам благополучия, радости, всех благ. С вами была я, Мила. До новых встреч. Всем пока-пока.